Вопросы подготовки будущих педагогов и создания условий для самых юных жителей республики обсуждались сегодня в Думе правительства. Как проходят ремонтные работы автомобильных дорог и когда решится вопрос с очередями в детские сады, узнала наша съемочная группа. 14 детских садов появятся в республике в новом 2015 году. Увеличится количество ясельных групп, которых на сегодняшний день особенно не хватает. Старые здания детских садов надо сносить, а не ремонтировать, подчеркнул Михаил Игнатьев. В дальнейшем мы не будем стремиться возвращать эти детские сады с 60-70-х годов постройки. Кто хочет, нам могут безвозмездно передавать. Мы за эти же деньги будем строить новые современные детские сады с новыми залами для нашей продвинутой телеустремленной молодежи. Это очень важно. В случае в комсомольской школе, где молодая учительница жестоко обращалась с детьми, по-прежнему на слуху. Особое возмущение вызывает тот факт, что администрация школы знала о конфликте и ничего не предпринимала. Чтобы предотвратить повторение ситуации, действовать надо комплексно. И начать следует с учебных заведений, которые готовят педагогов. В адрес всех учебных заведений, которые готовят у нас педагогов, отправлены письма с требованием об увеличении часов на темы воспитания детей, профилактики и разрешения конфликтной ситуации между учителями и детьми, между учителями и родителями и создание благоприятной среды, как в классе, так и в школе. Еще одна насущная проблема. Со следующего года дорожные пробки сократятся, заверил министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашской республики. За 8 месяцев отремонтировано почти 100 километров автомобильных дорог. Ремонтные работы направлены на расширение дорожных полос и усиление безопасности всех участников движения. Перекрытые дороги, затрудняющие движение, явление временное. К зимнему сезону основная часть ремонтных работ завершится. Дарина Игнатьева, Надежда Яковлева, Евгений Анисимов, Республика.